Возрождение добровольных народных дружин на Кубани и в нашем районе стало одной из реальных примет времени. По зову сердца славянцы идут в дружинники, чтобы предотвратить совершение противоправных действий, дать возможность своим землякам спокойно жить и работать. История добровольных помощников-правоохранителей уходит своими корнями в первую половину XX века. Люди с красной повязкой на рукаве и специальным значком на пиджаке вызывали уважение и охлаждали пыл нарушителей. И сейчас среди дружинников есть ветераны полиции. Казаки просто активны и неравнодушны наши сограждане. Для того, чтобы сделать их работу эффективной и уберечь от ошибок, с дружинниками проводятся специальные занятия. Одно из них состоялось в актовом зале администрации Славянского района. Врач скорой помощи очень наглядно с множеством примеров рассказал о том, как оказывают людям первую доброчебную помощь. Ведь от грамотных действий дружинника нередко может зависеть человеческая жизнь. О правах и обязанностях дружинников все собравшиеся слушали с интересом. Эта информация будет им очень полезна. Мы живем в правом государстве. И народным дружинникам, да, они действуют во благо пожеланий, гражданской позиции, но они в любом случае должны знать те правовые основы своей деятельности, то, что они имеют право, то, что они должны делать для того, чтобы избежать каких-либо негативных ситуаций. Плюс такие моменты, вот сегодня очень познавательно было, по оказанию обязательно именно первой доброчебной помощи. Для того, чтобы человек, выходя на дежурство, знал им свои права, звал свои обязанности, знал, что он может и как он может помочь для того, чтобы в нашем районе, в нашем каждом конкретном поселении было тихо, мирно и спокойно. Требования к дружиннику со стороны, для того, чтобы вступить, они очень большие, потому что, как такой момент, не должно быть никаких судимостей, двойных гражданств, им не должно состоять научить психиатров, нарколога. То есть попасть в народный дружинник, ну, довольно-таки сложно. Дружинники действуют строго в правовом поле, не допуская никакого самоуправства. Этим обеспечивается их высокий авторитет среди славянцев. Дружинники должны, как говорится, быть подготовлены ко всему, что происходит. То есть даже правовая база, которая у них должна быть, они должны это знать и как бы применять в своей жизни. То есть сотрудники полиции совместно. Они должны знать свои права и обязанности, то, что они должны делать, и то, что они не должны делать. Такие занятия помогут нашим дружинникам в их нелёгкой, но очень важной и нужной работе. Мария Климова, Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».